SCP-1091. Цифровая коротковолновая сущность. Объект номер SCP-1091. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1091-1 не следует извлекать из его камеры содержание, окруженное многоступенчатой клеткой Фарадея. У входа в камеру должны постоянно находиться три вооруженных сотрудника Службы безопасности. Не допускается присутствие радиоустройств в пределах 200 метров от SCP-1091-1. В камере вне клетки Фарадея должен постоянно находиться включенный микрофон прямой трансляции для записи любых передач или звуков из SCP-1091-1 для последующего анализа. SCP-1091-1 не должен иметь доступа к радиоустройствам, кроме как с разрешением персонала 4 уровня допуска для контролируемых целей тестирования. Не допускается контакт сотрудников с SCP-1091-1 без специального разрешения. Перед контактом с SCP-1091-1 производится обыск сотрудников на предмет наличия радиоустройств. Если SCP-1091 сможет переместиться в другое радиопередающее устройство, следует найти и уничтожить все радиооборудование в радиусе 5 км. Если сотрудники фонда не смогут найти SCP-1091 и вернуть его на содержание в течение двух часов, в действие приводится протокол возврата 1091-бета. Описание. SCP-1091 представляет собой разумную сущность, способную обитать в радиоустройствах приема и передачи. SCP-1091 способен к общению при условии наличия у устройства носителя микрофона или приспособления для коротковолнового приема и динамика. SCP-1091 способен перемещаться между носителями в виде радиосигнала, диапазон которого зависит от мощности вещания носителя. При наличии такой возможности объект пытается быстро перемещаться между устройствами с целью данной удалены. Не следует допускать достижения SCP-1091 пункта назначения. В случае возможности развития такого сценария, MOG-LAMBDA-W задействует протокол возврата 1091-α. До сих пор SCP-1091 не продемонстрировал способности инфицировать несколько устройств одновременно, однако эту возможность не стоит полностью исключать. Если носитель SCP-1091 уничтожен или по иным причинам не способен к трансляции, SCP-1091 мгновенно перемещается в SCP-1091-1, независимо от расстояния. По этой причине было высказано предположение, что SCP-1091-1 является первоисточником SCP-1091. SCP-1091-1 выглядит как коротковолновый приемник S-38 компании Helicrafters производства середины 1940-х годов. Тем не менее, внешняя оболочка SCP-1091-1 изготовлена из композитного материала, смеси углеродного влагна и неустановленного материала. Все попытки открыть SCP-1091-1 для обследования не увенчались успехом. Попытки настроить SCP-1091 также не принесли результата. Если SCP-1091 не инициирует связь, SCP-1091-1 транслирует только статические помехи. У любых радиоустройств в радиусе 500 метров от SCP-1091-1 наблюдается такое же нарушение настроек. SCP-1091 осуществлял общение с персоналом фонда путем различных видов передач в цифровом режиме. Выбор цифрового режима, похоже, зависит от собеседника и темы беседы. Протокол интервью 1091-А. Опрашиваемый SCP-1091. Опрашивающий НССС. SCP-1091. Очевидно, вы в некотором смысле разумны. Скажите мне, что это вы такое планировали, когда нас обнаружили? SCP-1091 молчит несколько секунд, после чего осуществляет передачу пакета данных в течение примерно 45 секунд. НССС. Обработайте с помощью программного обеспечения. Я хочу знать, что эта штука думает. Позже было установлено, что передача представляет собой СС-ТВ-трансляцию в режиме Робот-36. Ниже приведены декодированные изображения аудиоклипа Интервью. Аудиозапись Интервью 1091-А. SCP-1091. ССС-ТВ-трансляция. 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 Сreibtар invade WHY избаврали你? Стащили you на вас, корпус проflows. Сканчив-трансляция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok